здравствуйте коллеги с вами сяков роман компания draw markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня поговорим о том что же ждать сегодня по процентной ставки от фрс поговорим о компании никола и также поговорим о том что индекс nasdaq вчера достиг отметки 10 тысяч новый исторический максимум ну а перед началом напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставлять в комментариях итак давайте начнем сегодня с того что поговорим о заседании фрс который пройдет сегодня а буквально через 10 часов она состоится и в принципе на этом заседании должно быть принято решение о процентной ставки на сайте меня семи групп в разделе fed watch tool мы с вами видим информацию о том что с 85 процентной вероятностью скорее всего ставку останут на прежнем уровне но тем не менее в рынок закладывается ожидание примерно на 15 процентов то что ставку могут и повысить скорее сюда в ставка останется на прежнем уровне но тем не менее для на так как рынок ожидает повышение то фактически это позитив то что рынок готов а идти дальше ну и собственно все участники но по крайней 15 процентов из них верят на текущими в тот позитив который сохраняется если мы посмотрим чуть дальше в принципе взглянем на то что стоит ли нам ожидать повышение процентной ставки в следующий месяц мы с вами видим то что от месяца к месяцу пока диапазон как раз тех кто за повышение он как раз вы колеблется от 12 до 15 процентов то есть даже если мы смотрим уже следующий год 20 в двадцать первом году в марте да то есть также пока ставка вероятность повышения ставки остается на 11 процентов ну собственно вряд ли каких какие сюрпризы мы сегодня сможем ожидать но тем не менее а в зависимости от того что будет говорить джон пауэлл уже будет видна и реакция рынка но тем не менее фондовые рынки продолжают расти то есть позитив он вновь набирает обороты но тем не менее мне кажется что коррекция уже в ближайшее время на рынке может произойти поэтому будем следить за этим событием то есть она без словно сегодня является важным на сегодняшний день и целом на этой неделе а также я бы хотел с вами обсудить компанию никола компания которая ну фактически взбудораживала рынок на этой неделе своим 100 процентным ростом в понедельник давайте посмотрим на эту компанию я напомню что компания никола то есть для тех кто наверное пока еще не сталкивался эта компания я думаю что многие слышали ее в разрезе с тесла да то есть даже но название никола тесла то есть здесь довольно таки интересно то есть фактически компания занимается плюс-минус тем же самым но с той лишь разницы что пока она сконцентрирована на создании как раз инфраструктуры для логистических компаний то есть это грузовики на водородном топливе плюс на электрическом то есть несколько иная сфера чем у тесла но тем не менее тесла тоже а подумывает о создании грузовиков и так это все идет об экологичности о том бизнесе который ну ближайшие там несколько лет в любом случае будет развиваться то сейчас наверное это те тот задел который мы с вами сможем видеть там через 10 через 15 через 20 лет и многие как раз говорят о том что судьба компания никола она ну собственно будет сопоставима с компанией тесла то есть тесла вышла там около восьми лет назад ну точно не помню цифру и соврать на на и пио и собственно сейчас мы видим где акции находятся тесла стоит порядка 170 миллиардов а вот никола как раз по итогам торговли в понедельник стоило порядка 26 миллиардов то есть в принципе идея состоит в том что компания никола да будет развиваться будет продолжать расти в принципе попадая в тот же сегмент что и компания тесла с той же разницы что пока как раз вот те основные продукты которые компания планирует производить они пока еще находятся в разработке то есть они еще не производятся полноценно потоком да то есть сейчас только компания собирает предзаказы но тем не менее у компании есть уже предзаказы на более 10 миллиардов в принципе с 2021 года она начнет поставлять грузовики сначала начнет производить их европе затем также в сша и в целом если мы с вами посмотрим на график то как раз вот то движение которое мы видели в понедельник там до пятницы закрылась примерно по 35 понедельник закрылся примерно по 72 и вчера мы также видели гэп с открытием то есть мы видели рост до 93 до затем было падение до 56 затем вернулись обратно на 79 то есть довольно таки интересный старт в принципе как идея долгосрочная она выглядит довольно таки интересно я вам показываю график на трейдинг и пока вы на маркет мы не добавили этот инструмент но планируем его появление к концу этой неделе что также является довольно таки интересным кстати более подробно компанию никола мы обсудили с фуадом мы вчера на нашем подкасте ссылку на подкаст я также оставлю в описании к этому видео ну и на еще одна новость которая также довольно таки интересна с точки зрения рынков это то что компания то что индекс высокотехнологичный индекс nasdaq вчера показал локальный максимум уже превысив отметку в 10 тысяч то сейчас вот пусть и вди контракту который также основывается на фьючерсе на по nasdaq мы видим торговлю уже выше 10000 ну и собственно вчера многие компании которые как раз являются основными драйверами данного индекса то есть amazon facebook microsoft многие из них вчера показывали тоже исторический максимум в принципе увидим что технологичность сектор он восстановился гораздо быстрее а пока уже например индекс долл джонс он также подрастает но пока мы не доходим до локальных максимум ну и собственно здесь пока драйвер роста он сохраняется именно на высокотехнологичном индексе ну а теперь давайте посмотрим с точки зрения текущей ситуации то есть какие есть идеи как видите сейчас у меня есть открыто уже несколько позиций и собственно здесь я для себя также то чем я говорю я предполагал начало коррекционного движения но и собственно по ряду инструментов сейчас это валютные пары как раз началось началась коррекция то есть началось начался рост американского доллара и собственно вчера и сегодня было открыто несколько сделок давайте теперь по порядку о них поговорим а по евро доллару а собственно здесь мы подошли к области сопротивления на уровне 1.13 конечно остается вероятность движения также на 1.14 даже вполне вероятно выше но здесь я ожидал как раз начало коррекционного движения то есть уровень на котором оно произойдет фактически здесь мы не можем предполагать мы можем только говорить о том когда это движение ну фактически начинается и уже действовать локально соответственно по евро доллару мы видели начало нисходящего движения как раз 8 числа то есть когда цена смогла закрепиться ниже минимум 5 июня затем увидели еще одно движение вниз и здесь у меня стоял также отложенный ордер здесь я торговал от риска то есть риск у меня был здесь заложен полпроцента я не сильно рассчитывал то что этот ордер сработает но тем не менее его оставил со стоп-лоссом как раз за последний локальный максимум который здесь происходил вчера цена дошла до этого уровня ордер открылся но сейчас мы видим что торговлю ведется вблизи как раз данного ценового значения соответственно здесь для меня основным сценарием является это обновление минимальные значения и собственно это будет дополнительное подтверждение того что до коррекция смущен может начаться то есть я вошел я на первой первой как раз попытки вот начала данного коррекционного движения до торгового от риска и сейчас здесь ожидаю как раз вот данного коррекционного движения а если цена уходит выше максимумов которые были сформированы а 5 числа то здесь мы можем ожидать еще одну волну восходящего движения уже в этом случае а по паре британский фунт американский доллар здесь мы также пока продолжаем фазу роста новый локальный максимум показываем сегодня на ушли выше максимальное значение собственно этой неделе здесь возле чего кевр как раз вот данного нисходящего движения не произошло то сигнала здесь не было поэтому по британской валюте я на позиции не не открывал хотя коррекция также напрашивается но опять же пока никаких локальных подтверждений здесь нет папа и американский доллар канадский доллар также мы говорили о возможно вероятными на коррекция от уровня 1.33 то есть как раз те максимальные значения которые мы видели примерно год назад мы вернулись к этому уровню конечно нет никаких железобетонных уровней от которых точно может начаться коррекция или может поменяться движение но если мы сопоставляем это с более меньшим таймфрейм то есть как это делал я то вероятность уже положительного исхода она повышается поэтому здесь мной был получен как раз вчера сигнал на то что уже покупатели по крайней мере вчера были сильнее чем покупатели чем продавцы в понедельник что также можно говорить о некой смене силы то есть мы находимся в самом начале здесь идея потому что вы как раз зайти в самом начале данного движения конечно не всегда есть возможность войти именно там да то здесь ничего не исключает продолжение исходящего движения но тем не менее такие пробные входы здесь я пробую делать как раз на коррекции с минимальным риском в пол процента на позицию соответственно здесь я для себя ожидаю обновление локальных максимум то есть уход выше максимальные значения и вторника это подтвердит как раз вот данный настрой ну а если цена все-таки уйдет ниже минимальные значения пятницы прошу прощения понедельника и вторника то собственно сделка у меня закроется по стоп лоссу и тогда скорее всего вероятность продолжение исходящего движения она будет выше то есть это был такой небольшой выброс который не перерос какой-то мало-мальски важную коррекцию но тем не менее если это произойдет то буду искать уже другие точки для входа а по паре американский доллар японская и на здесь продолжается нисходящее движение по американскому доллару то есть тот тренд который у нас формируется последние ну скажем месяц да он является восходящим фактически здесь можно будет попробовать искать покупки то есть ну вот когда вот это движение нисходящее остановится в принципе сейчас мы торгуемся уже ниже ниже уровней по которым можно было бы интересно покупать но тем не менее сейчас опять же пока нет никаких признаков на то что цена не начинает рост и вот как раз этих признаков нужно дождаться для того чтобы заходить на покупку то есть просто так покупать конечно нет смысла по паре австралийский доллар американский доллар также здесь мы подошли к области сопротивления максимум ноября девятнадцатого года от которой также мы предполагали начало нисходящего движения собственно здесь я тоже действовал по той же самой ситуации а вчера мы смогли закрепиться ниже минимальной значения понедельника оставил отложенный ордер на возврат к этому уровню то есть опять же здесь торговал от риска но собственно сегодня цена к этому уровню вернулась сейчас мы торгуемся чуть хуже входа но тем не менее здесь буду ну наблюдаю как ситуация будет развиваться здесь я для себя также ожидаю движение вниз и это также подтвердит вот данную данную ситуацию данную торговую идею по новозеландцу тоже я вошел в продажу тоже контр трендово то есть собственно здесь мы тоже подошли к области сопротивления на 65 от которой на есть вероятность начала на коррекции первый признаки получил вчера на также ходил по отложенному ордеру сейчас мы торгуемся чуть выше то есть сейчас сделка находится это убытка например сейчас вы видите что на момент записи этого видео пока все сделки находятся достаточно близко к точке входа и пока на рынок пытается определиться куда же мы двигаться то есть начнется коррекция или нет уже будем смотреть соответственно по факту стоп за максимум вторника но собственно цели пока здесь я не ставил буду смотреть их уже по ситуации то здесь опять же вот вероятность вчера появилась того что коррекция может начаться может и не начаться но собственно посмотрим я по крайней мере проверю это на своих деньгах по золото у нас мы перешли вновь фазу роста то есть опять довольно таки интересно то что если на рынок и считать фондовый рынок перекупленным то из него начнут постепенно да на какой-то момент выходить мы можем увидеть на рынке коррекцию собственно видеть рост американского доллара ну собственно те сделки которые открывал и в текущий момент они получат подтверждение того что коррекция у нас на рынке может произойти но собственно это все такие технические предпосылки золото пришло в фазу роста то есть вчера мы закрепились выше максимальной значение понедельника поэтому здесь можно говорить что точек зрения часового таймфрейма нас по золоту идет рост и меня собственно продолжаем движение в область 1745 долларов за тройскую унцу то есть вот происходит такое перетекание уже денег непосредственно сюда по индексам индекс даx вчера торговался ниже минимумов понедельника что также дает предпосылки начала коррекционного движения по дакту здесь я не входил так как коррекция была не столь большой ну и собственно уже было открыто четыре позиции то есть суммарный риск 2 процента довольно таки уже много учитывая то что у меня был ряд убыточных сделок я вернулся фактически на уровень четырех процентов прибыли по счету поэтому сейчас я предпочитаю лучше уменьшить количество позиций уменьшить объем для того чтобы вновь нарастить как раз подушку безопасности дальше уже принимать какие-то более рискованные идеи но тем не менее сейчас по дакту как раз движение напрашивается коррекционное то есть фактически по часовому таймфрейму началось ну а получит ли оно подтверждение фактически если мы обновим локальный минимум то это будет тому на подтверждение а вот индекс s&p 500 как раз действует несколько иначе от индекса даx и здесь мы пока не видим начала нисходящего движения собственно здесь тоже ситуация довольно таки интересная и возможно по s&p 500 я также попробую войти на коррекции если она произойдет здесь я для себя в этом случае буду ожидать обновление минимальные значения которые были сформированы вчера если цена сегодня например закрепится неожиданного уровня то при ретесте к данному уровню вполне вероятно что позицию на продажу как раз здесь я открою но так же будет зависеть вот ситуация по другим инструментам то есть все таки если это будет сделки закроются по если они выйдут в плюс то это будет более так скажем комфортно будет входить еще в одну сделку опять же контр трендово но опять же пока пока фондовый рынок сохраняет свой рост и фактически здесь мы должны с этим действует то есть не ловить там развороты рынка то есть это просто технические такие истории которые я для себя вот сейчас хочу проверить ну и нефт марки бренд здесь тоже уходит вчера в коррекцию собственно вчера мы торговались ниже минимальные значения которые были сформированы в понедельник что также говорит о начале коррекционного движения ну по крайней мере в рамках часового таймфрейма ну и собственно то что мы видим по фьючерсу на WTI здесь также торговля идет в нисходящем пока нисходящей формации поэтому здесь по нефти и я пока вижу коррекцию которая тоже может произойти ну а в целом опять же неделя довольно таки интересная появление компании никола вновь на горизонте я думаю что также для на вас это может быть интересно поэтому мы со своей стороны постараемся добавить этот инструмент максимально быстро чтобы вы могли использовать его как и для инвестиций возможно для и спекуляций поэтому будем вас содержать относительно этого в курсе но вот такая такой сегодня день поэтому рынок может быть довольно таки волатильный поэтому будьте аккуратны в вашей торговле ваших идеях используйте стоп-лоссы для того чтобы всегда минимизировать вероятные потери с вами был саков роман компания на ромаркетс не забудьте поставить лайк если вам понравилось видео ну а мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим как раз вот как эта вся ситуация развернулась именно что у нас произошло на рынке всем желаю хорошего торгового дня всем спасибо и до свидания